Здравствуйте! Главное понять, что пища для нашей не патогенной, а симбиотической родной кишечной микрофлоры это только растительная, более того, растительная живая пища, то есть термически необработанная растительная клетчатка. А потому зелень и овощи это должно быть главной нашей пищей. Симбиотическая кишечная микрофлора синтезирует нам важные питательные вещества. Многие витамины и жирные кислоты, да-да, не только с пищей эти питательные вещества поступают к нам в организм, но и с помощью синтеза этих веществ нашей кишечной симбиотической микрофлорой. Если же пища термообработанная, то вступают в работу, то есть активно начинает размножаться эта экологическая ниша, условно-патогенная микрофлора. Но это еще не так плохо, так как она многие свои функции все же выполняет и особо не вредит. Это еще допустимо. Тем более тем, у кого есть проблемы с поджелудочной железой. Но если в организм начинает поступать жареная высокомолекулярная, высокобелковая еда, например, мясо и тому подобное, то тогда начинает размножаться патогенная гнилостная кишечная микрофлора, и ее продукты метаболизма начинают нас травить и медленно убивать. Подробно я об этом говорил, к чему все это приводит. В моем видео с провокационным названием «Мясо надо есть». Но сейчас я вам расскажу, как же наладить работу кишечной микрофлоры, даже в самых сложных хронических патогенных состояниях, разумеется, при корректировке, то есть при изменении питания. Но просто изменение питания в наши дни с такими запущенными больными кишечниками, как у большинства людей сейчас в наши дни, далеко не всем принесут положительный результат. А при любых дисбактериозных состояниях, сиборе, то есть синдроме избыточного бактериального роста, и синдроме дырявого кишечника, лишь малая часть питательных веществ из пищи будет усваиваться. Вот что бы вы ни ели, а в результате будут накапливаться дефицитные состояния. Так возникает иммунодефицит, а далее уже любые болезни. Вот почему так важно наладить нормальную работу кишечной микрофлоры. А вот от чего людей пучат, возникают газы, вздутия, и все то, о чем я сейчас буду вам говорить и называть, перечислять, вот на все на это, знаете, я дам вам ссылки, оставлю под этим видео, которое вы сейчас смотрите, вот как это выглядит. Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа, но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами, а значит снимает сухость слизистой и перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло, давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео, ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения, для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Итак, что же надо принимать для восстановления кишечной микрофлоры? Будет 9 очень важных пунктов. Первое. Это фульвовые кислоты. Не путайте с фолиевыми, с витамином В9. Фульвовые. И об этом недавно у меня было видео, кто не смотрел непременно его. Посмотрите, дело в том, что фульвовые кислоты это не только мощные антиоксиданты и энергетики для работы наших митохондрий, для АТФ, но и проводники питательных веществ, транспортеры. То есть КПД усвоения с ними, любых элементов из пищи будет в 2-3 раза выше, чем без них. Помните, цинк очень важный микроэлемент вообще для иммунитета. И хорошо, что он есть в составе фульвовой кислоты фалатов с цитратом цинка. Вот этот препарат. Итак, ссылки под видео. Второе. Бактерии ЭВИТО. Это симбиотические пропионовые кишечные бактерии, которые восстановят нормальную работу кишечника. Это еще старая советская разработка. Хорошо, что она была сохранена. Это очень сильное необходимое средство после курсов антибиотиков, после, не дай бог, если у кого химиотерапия была. То есть для восстановления работы кишечной микрофлоры. 30 дней это курс, это 30 флакончиков, это 3 коробочки. Ссылка под видео. Третье. Необходимо убрать сахар. И все сладкое из рациона питания. Ведь сахар вызывает брожение, различные дисбактериозные состояния и проявления. Но об этом у меня очень много видео на канале было. Сделайте это и вы увидите результат вместе с другими пунктами, если то он будет непременно. Четвертое. Псилиум. Это шелуха семян поддорожника. Это очень важный компонент. Это лучший корм пищи для работы симбиотической кишечной микрофлоры, для ее размножения в организме. Особенно это важно тем, кто по какой-то причине не может есть достаточное количество зелени. Кстати, насчет зелени скажу про дикоросы. Самые полезные из них это лебеда, лопух, крапива, сныти, молодые листья дуванчика. Четыре из этих пяти продуктов есть у нас в виде порошков молекулярной вакуумной сушки с полной сохранностью всех питательных и целебных свойств. Тогда по чайной ложечке два раза в день, скажем, на завтрак, на обед, куда-нибудь в салат кидайте, скажем, по паре из этих четырех. Будет огромное дело. Но про псиллиум видео мое непременно посмотрите. Пятое. Гельсорбент, вот этот с хитозаном, это не только очищение кишечника, но это и как бы катализатор для размножения кишечной симбиотической именно микрофлоры. Это разработка одной лаборатории Новосибирского академгородка. Видео об этом было непременно, его посмотрите. По 30 миллилитров на стакан воды теплой два раза в день, скажем, за полтора-два часа до завтрака и перед сном, но за час или ранее, и после последнего приема пищи через два часа, не ранее. Вот обязательно принимайте гельсорбент. Он выведет токсичные вещества из организма. А с псиллиумом на пару, что называется, это будет работа, ну, умножайте на три как минимум. Далее. Шестой пункт. Витамин D3. Он необходим не только людям, у кого проблема с усвоением кальция, как вы полагаете. И этот витамин участвует в сотнях биохимических важных процессах и реакциях. Дефицит его сейчас у всех людей наблюдается. Нужно доводить до средней, чуть ближе к верхней границе его нормы по анализам. Помните это? Я советую принимать не синтетически, а натуральный, полученный из лишайников путем экстракции. Вот этот. Ну, так называемое масло 4 в 1. Там и витамин D3, и витамин К2, и омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Ну, и фермент еще один. И видео о нем тоже у меня было. Далее. Седьмое. Фукус. Это водоросль из северных морей, из белого в основном. Нельзя переоценить значение потребления вот именно гелеобразного, усвояемого фукуса натив для кишечника. Сразу скажу, сухой бесполезен абсолютно. Он не усвоится. У нас нет ферментной базы. И только уникальная разработка одного ученого теперь может дать эту возможность использовать все полезные свойства, уникальные свойства фукуса. Это самое главное, что я сейчас сказал. Но есть еще два пункта. Восьмой. Очень важен переход на растительное питание. С преобладанием живого растительного питания. Надо убрать вредные продукты, содержащие лектины. Это такие белки, вызывающие воспаление в организме и в первую очередь в кишечнике. Но, по крайней мере, тем людям, у кого есть уже проблемы с кишечником, по крайней мере на 2-3 месяца. Для полного понимания и возможных ответов на ваши вопросы сразу скажу. Вот вам три видео. Первое. А что же тогда есть? Вот с таким прямо названием. Второе. Раздельное питание. Третье. Вредные продукты, пробелки, лектины. Вот это. Ну и девятый пункт. Это живая водородная вода. Дело в том, что избыточное количество молекулярного водорода в воде, как мощного антиоксиданта и не только, приводит к изумительным изменениям положительным в организме. Ну вот посмотрите это видео, живая вода, водородная вода. Дорогие друзья, если все это вы будете делать, ну хотя бы большую часть из этого, уберете сахар из рациона питания, ведете вот эти продукты и так далее, месяц максимум два. И вы увидите, а то и ранее, почувствуете на себе все эти положительные изменения. Ни кишечник будет работать идеально. Уйдут безбактериозные любые состояния, газообразование, вздутие, тяжесть. Самочувствие улучшится в целом. Будет прилив сил, энергии. Кожа очистится, подтянется. У кого излишний жир был, уйдет, уменьшится. Все почувствуете сами. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет. И вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки. Все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь. Вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.